Добрый день, глубоко уважаемые организаторы, участники конференции. Я приветствую вас из города Уфы, Республика Машкортостан, Башкирский государственный медицинский университет. Тема нашего доклада – взаимосвязь учрежденных аномалий и хелитов у пациентов, находящихся на автодонтическом лечении. Состояние здоровья населения определяет благополучие общества, так как оно оказывает влияние на репродуктивную, социальную, экономическую, военную, интеллектуальную и культурную сферы жизни. Изучение стоматологического здоровья как важного компонента общего состояния индивидуума, разработки и применения методов его сохранения, придаются большое значение во всем мире. В среде основных стоматологических заболеваний зубочерестные аномалии занимают по распространенности одно из ведущих мест. Но это не секрет, что занимают они, в общем-то, третье место после заболевания карлиса и заболевания парадонта. И на сегодняшний день распространенность, она не имеет тенденции к своему снижению. Зубочерестные аномалии, они характеризуются серьезными функциональными нарушениями, а также и маркологическими. Эти нарушения выражаются в снижении эффективности функции жевательного аппарата, развитие патологии височного и нижнечерестного сустава и появление эстетических дефектов. Все это ухудшает психологическое состояние пациента, способствует появлению психоэнцентральных комплексов, замкнутостей, а также снижает качество жизни наших пациентов. Данная литература свидетельствует о большой вариабельности частоты двухочерестных аномалий, и их распространенность в России и за рубежом колеблется от 11,5% до 92%, а нуждаемость в лечении зубочерестных аномалий составляет до 65%. Хейлиты представляют собой большую группу разнообразных по этиологии, сфотологической и клинической картины, хронических заболеваний красной каменной клуба. Наиболее распространенными являются это метеорологический, эксфолиативный, актинический и хронические трещины клуба. Развитие различных форм хейлита способствует это нарушение архитектоники клуба, вредные привычки, анатомические особенности строения губ и неблагоприятные метеорологические воздействия. Здесь мы говорим о причинах, которые я сказал, о причинах и больше названных хейлитов. То есть мы не говорим о атопических хейлитах и других формах. Развитие различных форм хейлита способствует это снижение специфических и неспецифических факторов защиты пола сердца, тихоэмоциональное состояние, иммуно-аллергический фактор, сопутствующая общесоматическая и стоматологическая патология. Заболевание губ имеет меньшую распространенность и составляет до 32%. Однако оказывает значительное влияние на уровень качества жизни человека. С целью изучения распространенности и взаимосвязи зубочерестных аномалий и хейлитов было проведено стоматологическое обследование 156 пациентов, находящихся на афтодонтическом лечении. Атопы, которые обратились с целью консультации в возрасте от 18 до 43 лет. Среди них 48 лиц мужского пола и 108 лиц женского пола. Исследование было проведено на базе клинической стоматологической поликлиники Башкирского государственного медицинского университета. В общем-то все исследования проводились по ВОЗ, то есть по Всемирной организации здравоохранения. Общая распространенность зубочерестных аномалий составила 81%. Среди лиц женского и мужского пола достоверных различий не было, но и вот такая была распространенность. В структуре зубочерестных аномалий, конечно, уже преобладали это сочетанные аномалии 64,5%. Затем это аномалии зубных видов 22%, аномалии окклюзии 7% и аномалии отдельных зубов в составлях 6,3%. Здесь на данном слайде представлена структура зубочерестных аномалий в соответствии с опором, то есть у лиц мужского и женского пола. Распространенность патологии красных АМСГУ диагностировалась у 22,8% обследованных зубочерестными аномалиями. Из них хиэлит был диагностирован у 65,5%, и по структуре метеорологический хиэлит был обнаружен у почти 38%, у 20% регистрировались хронические трещины губ, и у 7% были зарегистрированы трещины в углу города. В прикосывании счет появлялось фула 24%, лейкотлокий, красный плоский решай и другие патологии были обнаружены всего лишь в 10% случаях. И это хорошо, потому что и лейкотлокий, и красный плоский решай являются факультативными формами предрака. Дальше мы хотим представить вам клинический случай пациента 19 лет с диагнозом глубоко-резцовая окклюзия, дистальная окклюзия, зубов, положение зубов 1-3-2-3, вестибулярное положение зубов 1-3-3-3-3-4-3, протрузия зубов, центральных резцов, ретрузия зубов 1-4-2-4-3-4-4, 4 нарушения межзубных промежутков контактов, и лейкотлокий аномалии зубов, фонтальной группы зубов. И вот здесь как раз взаимосвязь с хиелитами проявляется, амбулярный хиелит или угловой хиелит, и хроническая трещина нижней губы. Следующий случай – это пациент 21 года. Диагноз у него глубокая резцовая дизокклюзия, дистальная окклюзия, вот аномалия зубов 1-2-2-1, протрузия этих же зубов, и исключенность фронтальной группы зубов. Также хроническая трещина верхней и нижней губы. Ну вот, данные высокие показатели отстраненности и нуждаемости в лечении зубочерестных аномалий, их взаимосвязь с хиелитами, их неблагоприятное взаимоотягчающее влияние на уровень качества жизни, находящихся на оптодонтическом лечении, диктуют необходимость оптимизации методов онклексного лечения. Это и оптимизация подходов, и разработки данных методов. В качестве дополнительного средства лечения хиелитов у пациентов с зубочерестными аномалиями нами использовался стоматологический гель, ПИТАДЭ, БЕРИОГЕЛЬ. Ну, это разработка, мы знаем, чья, и она продается в стоматологическом магазине Ромашка, Санкт-Петербург. Данное средство для лечения хиелита содержит следующие компоненты, это экстракт коры осины, которые оказывают противовоспалительное и антинкровное действие, медная производная хлорофила, оказывающая дополнительные также противовоспалительные и очищающие действия, дигитоквертицитин, обладающий выраженным антиоксидантным действием, и экстракт пихты сибирской, оказывающие антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное и иммунокоррегирующее действие. Очень такой хороший состав. Нами далее проводится изучение, исследование данного состава, различные его свойства. То есть у нас в дальнейшем будут получены результаты, и мы их тоже, конечно же, обязательно озвучим. Данный средство позволяет эллиминировать мёртые остатки тканей, участвуют в процессах обмена, тканей, выводят продукты обмена и репарации, оказывают неспецифическое иммунное воздействие, нормализуют дыхание и обмен клеток, восстанавливают структуру, гипетализируют патологические участки в первые 4 дня, улучшают профит и питание. Представлен клинический случай также пациента 18 лет с диагнозом мезиальная окклюзия, смещение зубов 1,6, 1,5, 1,4, то что аномалия этих же зубов и зубов 1,2 и 2,2 и метеорологический киелит. Но достаточно, в общем-то, обрабатывать поверхность губы 3 раза в день, то есть наносится на ватной палочке, на поверхность губы, и таким образом мы намного улучшаем состояние красной каймы губы. Таким образом, при использовании структурологического геля, фитотен-периоргия, улучшается состояние красной каймы губ, имеющиеся трещины, они эпитализируются в более короткие сроки, снижается инфекционная нагрузка для успешного лечения заболеваний губ. Это позволяет пациентам, находящимся на оптодактическом лечении, проходить его с большим комфортом, что также позитивно сказывается на динамике оптодактического лечения и улучшает качество жизни наших пациентов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...